Борщевик Сосновского был завезен к нам в 70-х годах из Восточного Кавказа как силсовое растение для корма сельскохозяйственных животных. Как впоследствии выяснилось, он представляет опасность для человека. В его соке содержатся фототоксичные элементы, которые оставляют страшные ожоги. После того, как произошел контакт с борщевиком, сок попав на кожу и солнечные лучи воздействия на этот участок, появляется участок потемнения, затем гиперемии. И на первый-вторый день появляются пузыри по типу ожога второй степени. Через 3-4 дня эти мелкие пузыречки сливаются в один напряженный пузырь и дают болезненное ощущение. Если площадь поражения составляет 80%, то даже может наступить летальный исход. Надо быстро промыть водой с мылом этот участок и наложить асептическую повязку, чтобы солнечные лучи не попадали на этот участок. Когда растения завезли и высадили, оказалось, что для корма оно непригодно. Коровы ели силос из-под палки, а молоко оказалось очень горькое на вкус. От борщевика пришлось отказаться, но было уже поздно, он стал распространяться самосевом в геометрической прогрессии, уничтожая при этом местные виды. Взрослые растения могут достигать 2,5 метров, а это уже настоящие ядовитые чудовища. Каждый год десятки тысяч человек лечат химические ожоги, полученные от борщевика. Растения очень опасные и крайне живучие. У нас мы боремся самым простым способом, это окосом. То есть, если здесь, допустим, мы наглядно видим владельца предприятия, ответственно, относится к содержанию территории, недавно он его скосил. То есть, здесь, на самом деле, здесь першевик был, он есть, но путем окоса своевременного сейчас мы таких вот зарослей, как на противоположной стороне, не видим. Также у нас по муниципальному контракту дорожники окашивают 2 метра обочины. С владельцами частных участков уже ведем работу совместно с гостехнадзором. Целенодлежащее состояние. По нормативу он ничем от обычной травы по графику окоса, в принципе, не отличается. То есть, не выше 20 сантиметров он должен быть вдоль дорог. Его семена могут распространяться на километры, засеивая берега водоемов, пустыри и необрабатываемые участки полей, что нарушает экологическое равновесие и становится серьезной проблемой как для сельскохозяйственного сектора, так и для населения. Сергей Кричевский, Максим Барышев, Истро-РФ Кричевский, Максим Барышев, Истро-РФ